Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 24 апреля. Сегодня я занимаюсь посевом дынь и огурцов. Сейчас расскажу, какие сорта я выбрала и почему. У меня сибирский регион. И я, так же как все остальные жители холодных регионов, должна очень внимательно отнестись к подбору сортов. Сейчас расскажу, какие я из года в год сею сорта огурцов и дынь. И чем этот год отличается от других. Но сначала я хочу несколько слов сказать о самом посеве. Сею точно так же, как огурцы. Многие мои зрители уже видели, какие у меня огурцы уже выросли. В 200 мл стаканчики накладываю грунт, увлажнила его. Сверху на бочок укладываю семена. Семена буду оставлять по одному здесь растению. Но укладываю по три семечка, потому что семена не мои, а магазинные. Я не знаю, какая у них будет хожесть. Арбузики лежат по две штучки. Дыньки по три штучки. После этого я вот так немножко их заглублю чем-то. Ну, можно ручкой, можно пальцем просто. Поглубже их туда в грунт заглублю. Еще раз хорошо полью и сверху прикрою грунтом. Посев очень-очень простой. Самое главное, чтобы была хорошая схожесть и чтобы они взошли. Вот я на одном примере, на примере одного стаканчика показала, что я заглубила семена и прям сильно-сильно поливаю. Ой, всплыло. Чтобы оно именно в мокроте в этой, они набухли и поскорее взошли. В этом году использую тот же самый грунт, в который сеяла и томаты, и огурцы. Это вот обыкновенный дешевый грунт, который раньше покупала в Светофоре. В этом году я купила в Маяке. Грунт магазинный. Надеюсь, что будет все хорошо. Теперь о сортах. Я всегда, каждый год, когда выращивала огурцы, выбирала самые-самые такие районированные, самые подходящие к сибирскому региону. То есть у меня арбузы всегда были огонек, ну или типа огонек. Дыня всегда была колхозница или медовка. В этом случае, а еще хочу сказать, что с арбузами и с дынями я никогда с сортами не экспериментировала. Так как вот с томатами, например, или с огурцами, то тот возьму, то другой. Я знаю, что если выбираешь вот эти районированные наши местные сорта, то 100% ты получишь спелый арбуз и вызревшую дыньку. А если купить какой-то сорт другой диковинный, то не факт, что он вызреет. Потому что все-таки сибирский регион, хоть в теплице, хоть на улице, тем более на улице, у нас очень рано наступают заморозки. И еще раз повторю, арбузы и дыни это не томаты и не огурцы, которые быстро-быстро-быстро. Короче, в этом году решила я рискнуть и к моим вот уже проверенным временем, вот колхозница и медовка, я их, конечно, тоже посеяла. Потому что только на них могу надеяться. Но я добавила нынче всяких дынь. Ну вот почему-то захотелось. Вот смотрите, у меня здесь добавилась какая-то дыня ладушка гибрид, потом дыня шаренте, дыня ранняя любовь. И даже рискнула итальянскую дыню купить солнечный бриз. Я готова к тому, что они у меня не вызреют, может быть. Но хочется попробовать каких-то других дынь. Единственное, по какому принципу я все их выбирала, даже вот эти вот, ну всякие чужие сорта, что они, так, ну тут вот не указано, но сейчас подождите, что они все ранние. Вот видите, сорт раннеспелый, 77 дней, потом ранняя любовь тоже раннеспелый, 75-78 дней. Средний ранний, 70-80 дней выбирала с коротким сроком вегетации. Ну и дыня ладушка, тут не написано, к сожалению, а нет, вот раннеспелый, ага, тоже раннеспелый. Он вообще 65-70 дней. То есть выбирая чужие сорта, ну как, которые я еще ни разу не выращивала, которые для меня незнакомы, я все-таки соблюла, постаралась соблюсти вот этот вот принцип, выбираю только по, с ранним сроком созревания, с коротким сроком вегетации. И первый раз буду выращивать вот этот сахарный малыш, Шуга Бэйби. Наслушалась восхитительных комментариев, его почему-то зрители, многие так хвалят, так хвалят, что я не устояла, тем более, что написано, опять же, он подходит, ультраскороспелый, холодостойкий. Вот, в этом году буду испытывать новые сорта арбузов и дынь. Пора, ну как, расширить, кроме колхозницы и медовки. Ну это тоже такой же 77 дней. Все-таки у нас Сибирь не Италия. Мы не можем надеяться, что 90-120 дней дыня будет формироваться, и она вызреет. Ее, в конце концов, скорее всего, если брать с длительным сроком вегетации, ее убьет морозом. Все. Ну и, конечно, основная мысль, которую я хотела донести до огородников, особенно до начинающих, кто, возможно, первый раз в жизни решит заняться выращиванием арбузов, дыник. Если вы живете в холодном регионе, как я, вот у меня Сибирский регион, Алтайский край, выбирайте, старайтесь выбирать только вот эти вот и арбузы, и дыни с коротким сроком вегетации, то есть те, у которых на пачках написано раннеспелый, среднеранний, ультраранний. Тогда точно вы дождетесь в конце лета спелую дыньку или спелый арбуз. Если будет время, я, конечно, буду показывать вам и рассаду, и выращивание, но я даже еще не решила, где я буду их выращивать, в теплице или на улице. Скорее всего, и там, и там выращивала по-всякому. И в теплице, и на улице, в лунках в прошлом году. До этого дыни вообще выращивала в мешках, насыпала три ведра земли в мешок, высаживала туда одну дыньку, колхозницу, и выходя во вторую половину лета, выходя на какие-то огородные работы, я каждый день срывала маленький вот этот вот, ну он крошечный, полкилограмма в руку входит, как помидор большой, срывала маленький вот этот желтый плод, прям в огороде разрезала, съедала. Это был мой завтрак, завтрак крестьянина. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, моя огородная азбука. Какие красивые дыньки и арбузы. Я желаю себе, чтобы у меня выросли точно такие же, чтобы все поспели, и чтобы я потом похвалилась, продегустировала их. Субтитры сделал DimaTorzok